Субтитры создавал DimaTorzok Денис Дорохов Денис Дорохов поэтому на спинях. Блин, прикольно. Какая глупость. Томас сейчас, конечно, выглядит не как обычно. На нем, значит, я вижу мантию от Армании. Цвет? Цвет перламутровый. Пурпурные штаны. Пурпурные штаны. И, конечно же, очень крутая обувь от Карло Пазолини. Туфли обычные. Скажи, сколько стоит твой шмот? И, конечно же, с нами бессменный, великолепный Евгений Чеботков. Поаплодируйте. Время для хлопков. Спасибо. Кстати, сегодня с нами наша подруга Алиса. Алиса, привет! Я тут. Ну что? Вот мы и встретились снова. Вы искали, вы просили, вы спрашивали, задавали вопрос. Где мы? Да, где, что? А мы тут. А мы все это время были здесь. Знаете, как вообще происходит съемка? Мы живем здесь. Почему мы в пижамах? Мы тут живем. Мы живем, живем, большим комьюнити. У нас большой дом. Большой дом, мы все живем здесь. Все живут здесь, да? Да. Здесь на пятом этаже, выходя с террасой на крышу. Я себя знаю проходит. Не, не, тут мы живем. А только мы? Только мы. Пятый этаж с террасой на крышу, только мы. Четвертый этаж, большие панорамные окна. А в подвале кто у нас? Скажи, пожалуйста. Ой, те, кто должны быть над, но почему-то в подвале. Блин, это очень смешно. Зайдите в надказ, напишите, когда история надо. Да. Блин, ну почему не про нас так говорят? Вот это у них, я уверен. В за холл уже нет комментариев, так что наши комментарии находятся под выпусками надкаста. Там можно обсуждать, как это смешно. Обсуждайте. Давайте будем встречаться там и обсуждать выпуски истории на ночь. Реально. Как это смешно. Как круто. Выходит история на ночь и сразу идите в надказ и обсуждайте. Тайм-коды ставьте наши. Это будет супер-код. Дайте пять в экран. Это супер-мув. Это наш сговор. Это называется сговор. Также следите за нами в Телеграм. У нас появился Телеграм-канал публичный, где мы общаемся лично. Это, кстати, наша единственная связь друг с другом. Только этот публичный Телеграм-канал. Парни, как вы думаете, что отличает цивилизацию амазонок от всех остальных цивилизаций? Жень, я примерно догадываюсь, но на камеру не хочу говорить. Я думаю, тут очевидно. Остальные отличались предпочтениями в вопросах комфорта. Здесь пять. Потому что действительно амазонки полностью игнорировали комфорт от подушки Биосактив. Вот же она же. И очень зря, что игнорировали. Потому что настоящая подушка, она как пес. Она верная и надежная. А эта подушка, плюс ко всему к этому, обладает двумя классными свойствами. Значит, первое. Очень тактильная пена, которая запоминает форму головы и форму шеи, поддерживает все идеально классно. И, конечно же, упругая угольная пена. Обалдеть. Верно. А наволочка из сатина с пухом создает максимальную мягкость. Благодаря сочетанию этих двух слоев подушка высокая, упругая и функциональная. Хилая. Это делает ее идеальной мужской подушкой. Так что прямо сейчас забирай ее по промокоду со скидкой в описании и поторопись. Поторопись. А, поторопись. А, поторопись. Да. Сегодня мы с Томасом и я, сегодня мы приготовим новую тему, и для многих людей это табу, потому что это более популярно. Я все понимаю, что ты говоришь, прикинь. Какой язык? Да, потому что это язык латинский, и вся информация не очень сложная для понимания. Блин, давайте один выпуск вот так проведем. И этот эпизод, этот эпизод в испанском, полностью. О, полностью, полностью. Хорошо. Хорошо. О том, что в нашем эпизоде мы говорим о мошонках. О мошонках. О мошонках разговариваем? Да. Про мошонки будем говорить сегодня. Классно. Томас, мы не продолжим дальше, пока ты не скажешь хотя бы что-нибудь на испанском нам, и мы уже разблокируем это. Тенга ла камиса негра. Аста ла виста, бэйби. Моя рубашка черного цвета, бро. Хорошо. Тенга ла камиса негра. Пистос турецкая века. Тенга ла камиса негра. Начинаю эту же историю про амазонки. Амазонки. Тема нашего сегодняшнего выпуска. Кто такие амазонки вообще? Давайте поговорим. Ну, есть их ассоциации какие-то, по-первых, какие-то амазонки. Ну, сразу река Амазонка почему-то, понятно. Какие-то женщины воинственные, Зена, королева воинов. Зена, королева воинов. Она же амазонка была. Ну, я думаю, это, конечно, явный намек именно на нее. Потому что у нее и подруга была воительница. В соседний кабинет, к воительнице зайдите. Ну, это, короче, женский народ, который либо ушел от мужчин, либо изминал всех мужчин, и типа они сами по себе двигаются. Короче, женщины-воительницы, которые воевали, и типа вот они двигались. Еще говорят, что они вроде в районе Кавказа где-то жили. Ну, говорят. Сейчас мы это выясним. В районе Калхида какой-нибудь. Сейчас мы это все выясним. Сейчас мы все будем выяснять. В греческой мифологии амазонки были расой воинственных женщин, известных своими навыками верховой езды, отвагой, гордостью, которые жили на внешних границах известного греческого мира. И часто упоминается город Фемискира на Черном море, как их столица. Ну, фемис, типа феминистки же они. Они же вот сначала феминистки, как сейчас. А, Фемискира, женский типа что-то, да, там? Фемискира, фем, фем, фем стендап. Ага. Ирка, Ирка Мехкова. Ирка, Ирка, Кир. Женский стендап. Ирка, Ка, Рка. Ирка, Ка. Или не Ирка? Не Ирка. Никар. Не Ирка. Никарагуа. Никарагуа. Только что вы посмотрели фрагмент из вырезанного выступления Михаила Задорного. О том, как все произошло из русских букв. И да, и как строятся логические цепочки вообще. Все слова. Имеют? Судя своей. Назовай, да. Слово называй. Любое слово. Любое слово английское. Брекфэст. Брекфэст. Очень приятно. Брек. Что значит? А брэк? А брэк. Брэк это берег. Брэк это берег. Носительitzer они. Брэк. Брэк. А фас? Фас. Ну фас. Фас. Нападать. Нападать с берега. А что бывает, нападать с берега? Что? Когда нападать с берега? Я не знаю, когда что? Утром. Ха-ха-ха. Нападать с берега? Ладно. Хорошо. Хорошо. слово weekend эти умоляющие легко weekend тут очень важно мы думаем что week and но неправильно это вы это вы а кент это кент а когда с кентами встречаешься на выходных пожалуйста ладно последний голливуд тетя моля голливуд тут все по это голливуд гали галина галина вот вот галина вот но тут правда я не придумал подвязку переводится а там найдем галина галина вот но брэкфаст я бриг 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 о боже на говорят что королевой амазонок была ипполита ух ты гречаночка такая и гомер говорил что они равны мужчинам кто они женщины очень прогрессивно да и известны они в основном столкновениями с тремя греческими героями гераклом тисеем и белерафон там сцены это не в тему до за часа какой-то белерафонт что-то еврейский президент какой-то по заявлению премьер-министра израиля белерафонта алиса кто такой белерафонт по данным русской википедии белерафонт в древнегреческой мифологии сын либо коринфского царя главка либо посейдона и евриномы рассказать еще спасибо алис в главке работает надеюсь я смогла помочь когда не смогла сцены из этих сражений были популярны в греческом искусстве особенно в гончарном деле и монументальных скульптурах и например можно увидеть на на большинстве множестве зданий и на каких-то извинениях или или греческих кувшинах можно увидеть сцены боев амазонок с греческими героями интересно что археологические исследования гробниц по всей евразии показали что многие женщины кочевых степных племен действительно были войнами и особенно эта тенденция распространена была в районах черного моря тан-тан черноморские степи пожалуйста это территория современной кабардино-балкарии степи степи черноморские амазонская сторона и буду подвязывать что амазонки из кабардино-балкарии степи-степи черноморские амазонская сторона существует множество версий откуда вообще появилась название есть несколько вариантов и я предлагаю в конце предложить правильный свой русский вариант Я согласен. Есть греческая версия. Амазонка, что означает без груди или без грудэ. Это происходит от того, что амазонки... Плоскодонка, да? Или плоска. Выжигали себе правую грудь, чтобы стрелять из лука. Да и не было сисек у них. Второе от санскритского умасуна, что означает дети умы. Ума якобы была богиней, которые поклонялись в Индии. Если честно, брекфест там сильнее как-то на правду похож, чем это. От армянского варианта лунная женщина в честь Артемиды. Или от иранского варианта амазон, что дословно называется женщина-войн. Но давайте услышим правильный вариант. Как и русского языка все-таки слово амазонки. Есть такое понятие маза. Маза. Возможность. Возможность, да. Вот. И здесь есть основа. А! Маза! Мужики приплывали, видели, бабы такие. А! Маза! Онка! 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 А! Маза! Онка! Ну, вы понимаете. Да. Все просто. Все просто. Все здесь на поверхности. Я думаю, мы поставили точку в этих спорах. Все эти фомы неверующие. Отскакивайте. Отскакивайте. Мы закончили все споры на эту тему. Все, кто там что-то за какие-то иранские варианты топил, греческие, где вы теперь? Ну, я бы обратил внимание, что именно географическое положение непонятно. Может, содержится еще географическая подсказка. Габардино-Балкария. Степи Черноморья. Ну, ты эти умоляю. Ладно, хотя Габардино-Балкария не на Черном море. Краснодарский край это, по факту, да, сейчас? А-а-а. Они, о, наши кубаночки. Кубаночки наши. Кубаночки. Казачки. В мифологии амазонки были дочерьми Ареса, то есть бога войны. Короче, мужчин они приветствовали только для размножения. Младенца в мужского пола убивали. Маленький, как жестко. Такая селекция, да, была? Да, мужчинам нужен был только для производства. А что, не могли они вот так возродить пару, ну, несколько мужчин? Да. Ну, типа, держать в клетках там. Чтобы они производили постоянное потомство? Да. Вот это и жизнь, и мечта, кстати. Сидишь в клетке, тебя кормят, да, и тебе просто приводят женщину. Ах, вот бы так жить, и все. Ну, с нынешними тенденциями феминизм тоже имеет радикальное крыло. Возможно, такое государство появится. То есть ты находишься, вот представьте, каково им было, ты находишься в обществе, замкнутом, где власть имеют только вот эти вот агрессивные женщины, боительницы, которые тебя используют лишь как, ну, объект. как бак с жидкостью. Не буду уточнять какой. У нас все и так поняли. Все взрослые люди. Да. То есть по атмосфере это как прийти погостить в TikTok house. Нормально. Нормально. Получается, что так. TikTok. Всем респект. Всем, кто из TikTok. Всем, кто из TikTok. Сделайте TikTok. Почему никто не делает TikTok? Сделайте с нами TikTok. Да. Нет, делают, Джо. Делают. Считалось, что некоторые амазонки возможно могли воспользоваться мужчиной, отпустить его. Если у них на свет появлялся мальчик, то этого мальчика могли отправить отцу. Правда, неизвестно, как они определяли, где находится отец. То есть возможно это была отправка наугад. Просто на удачу. На шару. Просто подожди, родился мальчик и отца как бы, да, не убивали, кто-то отпускали. Да, отпускали куда-то. И потом мальчик по запаху мог выследить. За батьком идем. По запаху? Угу. Ну, кстати. Интересно, почему они вот так сформировали женское войско вообще? Считалось, что они жили на окраине того, что греки считали цивилизованным миром. Это южное побережье Черного моря. Это вот район, получается, какой-то Турции, да, получается? Батуми. Не, южное побережье это Турция. Тогда, да, это современная Турция. Я в Батуми воровал немало. Газиантеп. Давайте все Газиантеп говорите. А в Велесе заложили годы. Что там? Как дальше? И теперь пишу тебе родная сразу. И теперь пишу тебе родная. Ну, ты поешь воровскую долю? Да. Или долю малолетки? Это разные песни. Вот такая доля воровская. Вот такая доля воровская. Малолетки. Малолетки. Очень круто получилось. Еще один ТикТок есть. Класс. Мы просто стреляем в социал-мидиа. В общем, считалось, что они поклонялись Артемиде, строили их храмы. Они исполняли боевые танцы. Тверк. И все равно невозможно, да, до конца серьезными быть. Ну и не надо. Мы же истории на ночь. Мы все-таки. Настоящий феминист никогда не относится к женщине серьезно. Знаешь, какая самая смешная пространство? Это как, знаешь, когда человек условно без ноги, без руки, и ты такой, ой, ему не нравится это. Настоящий феминист такой говорит, да, я серьезно не отружусь тому, что ты говоришь. Расул как настоящий феминист знает. Расул, кстати, один из самых феминистов. это самый ярый сексист. Да, да. Прикинь, какой парадокс. А тот, кто говорит, что он феминист, это вот, это настоящий сексист. Ты, кстати, знаешь, что мужчина не может быть феминистом, мужчина может быть только про-феминистом. Про-фем, а дипа за фем, да, типа. Да, про-феминистом, потому что феминистом не может быть. Ну, если ты настоящий про-феминист, Ты изменишь пол, чтобы стать феминистом. Да. Говорят, что они основали множество поселений в Малой Азии. Геродот в своих историях дает... У него были истории на ночь. История на ночь от Геродота. Дает пространное описание встреч амазонок и скифов. Молодые воины из скифов убедили несколько приехавших амазонок вместе создать новое общество. Причем амазонки настаивали, что они будут главными в этом новом образе жизни. А скифы, однако, сумели каким-то образом их обхитрить. Малабиде, наверное. Ациры, что делают? Скифы, жесть. Вы будете главными, да? Конечно. По-любому. А покажи мне один раз. Просто. Блин, ужас. Ужас. И что в итоге? Считается, что смешение амазонок и скифов заложило сарматов на юге России. Вот так вот. И это считается, что вот так и происходило заселение юга России. Смешение скифов с амазонками. Вторым по частоте упоминания античными источниками географическим регионом обитания амазонок является? Что за регион? Где чаще всего, по сути по описанию греков, обитали амазонки. Ну, я думаю, это какой-нибудь типа регион. Это, я думаю, какая-то центральная Азия должна быть, по идее. Центральная Азия. Может, север, наоборот, типа там. А, подожди, они же не знали. Первый, это Малая Азия. Малая Азия, да. А греческий мир ограничивался... Ну, может, куда-то туда, в ту сторону, в Россию, типа вот, юго-северо-восток какой-нибудь. По Волжье... Куда? Какой? Ну, вот в ту. Я не думаю, что центральную Азию они знали, но в той стороне куда-то, вот в степи вот те. Ну, я думаю, что Кавказ, ну, может, что-то типа Одесса. Второй регион по частоте упоминания родины амазонок это Кавказ. Угу. Да, 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 да. К тому же, некоторые более поздние авторы... Я весь выпуск так просил, умирая от гордости. У наших женщин сисек не было. Право. Амазонок, я про них говорю. Короче, на Кавказе можно выделить два основных района обитания Амазонок. Вот и начинаются уже внутрикавказские зелени. Да, да, здесь, да. Там самые популярные упоминания. Первый, это восточный берег Азовского моря в районе Кубани и оттуда до Дона. Ну, они навряд ли в горах тусовались, они в степях должны были двигаться. Ну, это вот, получается, Ростов, там, Таганрог. Ростовская область. Ростовская область. Какие же она тогда уже Ростовская область была? Ну, я же говорю, девочка-кубаночка. Павел Сказочка. А второй уже это расселение вдоль Терека. Ну, вдоль Терека. Это Кабарина Балкария. Это Северная Осетия. Что еще Терек? Ингушетия. Ингушетия тоже плывет в Терек. В Чечне. Ну, пожалуйста. По сути, общество амазонок считалось греческим мужским, но наоборот. То есть женщины занимались охотой, войной, верховой ездой, всеми мужскими делами, мужчины только домашними делами. Как и сейчас происходит в целом. На Кавказе прямо сейчас так. Ты чисто на хате сидишь, телик смотришь, жена там на охоте где-то, еще справки собирает какие-то. А ты что делаешь? А ты на пособе. А ты на флоре сидишь, кайфуешь вот так. Вот так катаешься. Вверх-вниз. Вверх-вниз сидишь. Неважно куда. Вверх-вниз, Вверх-вниз. Вот, смотри. Вот. Пожалуйста, я теперь в Ростове. Ага. И как там? Жень, я тебя не слышу, я в Ростове. А, блин. Ну, у тебя воображение, конечно. Слушай, тут на самом деле воображение-то не нужно. Я пользуюсь сервисом Чокин. Слыхали за такой? Да, это же сервис по подбору отелей, который работает в России. У него очень удобный интерфейс, сразу все понятно. И отели все юридически проверены. А на некоторые гостиницы эксперты сервиса даже делают отдельные обзоры, с которыми можно ознакомиться перед бронированием. Слушай, это очень важно, даже когда едешь, ну, в воображаемый отдых. Не хочется, знаешь, приехать в какой-нибудь дыре без Wi-Fi остаться. Ну, звучит круто. Единственный минус для меня это то, что я не могу воспользоваться их программой лояльности. А-а-а. Там, значит, заработать баллы можно и оплачивать ими номера. Так ты же не оплачиваешь номера. И что? Это дискриминация воображаемых путешественников, между прочим. А вот наши зрители, кстати, могут этим воспользоваться. Ну, может, мы им какую-то подсказку дадим ссылку какую-нибудь. Естественно, вся информация в описании к видео. Да, переходите по ссылке и отдыхайте в классных отелях благодаря сервису Check-in. И кто знает, возможно, в каком-то из отелей буду я. И вот так вам повезет. По легенде, амазонки сжигали себе правую грудь, чтобы лучше пользоваться луком. Подожди. А, чтобы он вот так не мешал, получается вот так. Ну, да. Так прям сжигать надо было, может? Ну, типа они отрезали, поджигали, ну, типа прижигали, наверное, я думаю, да. Интересно, что в древнегреческом искусстве амазонок часто изображают вообще с отсутствующей грудью. Ну, вообще, то есть просто. Но иногда у них прикрыта всего одна из грудей туника. Это отсылка как раз вот к этой традиции. В искусстве они чаще всего изображены. До наших дней амазонки дошли в доспехах и всегда верхом на коне. Все время. Сам распространенным оружием их являлись лук и копья. Но есть примеры, когда амазонки носили с собой обоюдоострые топоры, двустрые. И говорят, что они были большими экспертами вот в этих кавалерийских атаках и в использовании этих боевых топоров, в метании этих топоров в том числе. Молодцы. А было такое, что они идут на коне и открывают штучки такие? Попадали в эти неуловкие ситуации. В пробке стоят. Да, в пробке конной. Конной. Потом что-то из них затормозил спереди там. Запутался. Право-слево перепутал. Ой. Они прекрасно пользовались в металле это товары и стрелизуга, но путали левый. Атака направо! Ты, блин. А, право это, где не сердце. Право это, где у меня варварски выжжу нагрузку. Да, да, да. Да, да. Боже. Самым популярным развлечением конечно среди амазонок был обсуждение делишек своих подружек. Вечерний просмотр шоу «Женский стендап». Нормально. 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 Азенский стендап Ирка Амазонка, пожалуйста. Зойка Амазонка. Вара Щербакова. Амазонки, девочки наши. Ё-моё. Приветик вам. С любовью. С любовью. Расул Чебдаров. В ранних образах греческой живописи амазонки носили шлемы, длинные туники и внешне напоминали такой стереотипный образ Афины. Позднее их одежды стали более утонченными и легкими и высоко подпоясанными. Коротенькие платья, да, у них стали? Да, коротенькие платья, высоко подпоясанные. Кайф. Я бы хотел пожить среди амазонов какое-то время. Жалко, нет такого стереотипа. Да, они бы тебя просто так настигли бы, там ты попутал бы. Я бы тебя отвечал. Но это часть турне. Турне быть избитым. Ты приезжаешь в страну, принимаешь ее правила. Не знаю, мне кажется, там долго не вытянешь. Да нет, ну как-то с дружеским визитом. Ну какой дружеский визит? Это античный мир, там жизнь человеческая ничего не стоит о чем-то. Ты приехал, у тебя бы сразу увольнули бы там они. Ну, значит так. Значит, такая судьба, Расул. Ты хотел, чтобы тебя убили амазонки? Да, может быть. Блин, ну ладно. Интересный был поворот. Типа, знаешь Томаса? Убили амазонки. Офигеть. Где они взялись? На Войковской. Хотя бы район в Москве. На Войковской. В мир шуб. Понял? Да, мир шуб. Планета амазонок. У них были щиты в форме полумесяца. Ага, тоже для того, чтобы стрелять. Они, походу, лучницы были. Да, все, чтобы стрелять. Потом, самые поздние изображения амазона, которые дошли до нас, они в таких обтягивающих шароварах и с высокими, заостренными головными уборами кидарисами. Угу. Ну, это кочевнические костюмы, все. Мифические истории об амазонках напрямую связывают их с двумя героями, Гераклом и Тисеем. Так как последние часто имели дело с вымышленными существами. По аналогии, можно было предположить, что амазонки – это просто выдуманные какие-то… Как наравне с циклопами и с… Там есть циклоп, да, прикинь. Там есть циклопы, одноглазые великаны. И баба на коне. Да-да-да. Блин. Это было типа кентавр, человек-лошадь и баба с луком на коне, прикинь. Да, я думаю, не верю. Не верю. Ну, это фантастика какая-то. Без мужика разобралась, куда бежать. Чего, блин? Господи. Это прикол, если что, все. Я уже чувствую вину какую-то. Да. Кстати, я только сейчас вспомню. Что мы снимаем, да? Не, что мы однажды наснимали. Да. Самое смешное, что Женю стаканами бросались, прикинь. Слово никто даже не написал ничего. А у вас там потому что… Да-да-да. Да ничего не вот это. Женя хапнул, бедолага один. Я там вообще… Я причем еще где-то гонял, это я, понял? Они такие, не-не, а ты понятно. Первая встреча Геракла с амазонками. Согласно мифологии, Геракл был послан Евфрисеем. Если вы хотите узнать историю Геракла подробнее, посмотреть выпуск «История на ночь» про Геракла. Он вот здесь. Геракл был послан Евфрисеем, царем Микен. Один из его знаменитых, из 12 подвигов, это был девятый подвиг, когда ему надо было королеву амазонок и политы забрать пояс. Пояс дал ей отец Ареса, задача была поставлена Евфрисеем, потому что у амазонок что-либо забрать, это дело опасное. У некоторых версий Геракла уйдет один, но есть также вариант этого мифа, где он берет с собой лучших воинов, они приходят, сражаются против отборнейших отрядов амазонок, ну и, конечно, их побеждают, потому что по-братски. Также есть еще одна версия мифа, где Гера, если вы помните, противница Геракла, она возбудила амазонок, чтобы дать греческому герою в армии бой настоящий. И в этой версии амазонки тоже проигрывают. Ну, это Геракл, камон. Бедные девочки. Камон, ребят, это Геракл. Бедные девочки. Он наполовину в Зевс. Помните видео с Бортич? Какое? Камон, ребят, ну это Козловский. Камон, ребят, ну это Геракл. Блин, я не смотрел это видео. Алиса, кто сильнее, Геракл или амазонки? Так просто не объяснить. Хотите, я отправлю результаты поиска вам на телефон? Нет. Алиса, кто такой Расул Чабдаров? На Вокруг.тв есть такой ответ. Расул Чабдаров, российский стендап-комик, участник проектов Comedy Battle, открытый микрофон, стендап и других. Биография. Расул Чабдаров родился в Кабардино-Балкарском городе Нальчик 1 января 1991 года. Там же провел юный город. Его отец был инженером на строительных заводах. А мама работала в сфере образования. Еще в школе. Активно принимал участие в творческой самодеятельности. Выступал на городских концертах. Никогда не выступал. Алиса, стоп. Давай послушаем. Алиса, кто такой Евгений Чеботков? По данным русской Википедии, Чеботков Евгений Андреевич, казахстанский и российский комик, соведущий подкаста «История на ночь», который выходит на YouTube-канале Label Smart. Лабел. Рассказать еще. Лабел. К сожалению, я ничего не нашла. Надо про себя в интернете больше писать всякую информацию. Пару слов о тебе. Я постарался, пописал о себе много чего, где на форумах разных. Вот, пожалуйста, алгоритм собрал про меня информацию. Кому надо, те знают. Ну, ладно. Алиса, кто такой Томас Гайсанов? На Яндекс.Кью есть такой ответ. Яндекс.Кью. Томас Гайсанов. Комедийный сценарист и продюсер, писатель, бывший автор, редактор проекта «Стендап» на ТНТ, старший преподаватель философского факультета. Здравствуйте. Блин, господи, какая биография крутая. Случайся. Интересно, что наши самые ранние изображения истории Геракла и столкновения Геракла и амазонок, они, на самом деле, много где встречаются. Это один из самых распространенных сюжетов был для, например, по нанесению на кувшин. В то время кувшины были, как сейчас, наверное, «Зе Холл». Единственное, что можно посмотреть, «Ва, прикольно». Прокомментировать не можешь, но посмотреть без проблем. Можешь вазу сказать что-то. Да. Как и сейчас «Зе Холл». Пожалуйста, комментарий есть, говори вазу, не всем плевать. История Тесея была такова, что Тесей правил в Афинах, он был мудрым правителем, но он часто покидал для того, чтобы принять счастье в подвигах разных. Подвиги. Он просто, «Я поеду на подвиг». Мне к девяти на подвиг надо. Алло, не успею, у меня там в девять подвиг будет. Спасибо. Он так ради подвига поплыл с аргонавтами за золотым руном, отправлялся в поход Геракла против Амазонок. Чисто авантюрист был, да, короче? И когда он захватывал город Амазонок Фемискира, по легенде Тесей увел оттуда с собой царицу Амазонок Антиопу. Не Ипполиту уже, да, другую? Антиопу. В Афинах он устроил свадьбу пышную-пышную. Он назвал туда гостей. Очень много. Вести кого-то из луков. Понял. Там выступало много, кстати, известных людей. Вот так стреляли из луки. Как из лука. Там выступал... И на карету кружились. Калесницы так... Не, Оскар на такую саду не приехал бы. Там бы выступал какой-нибудь народный певец республики Скифия. Понял? И он... Мы скифы, 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 скифы мы. Так было бы. А, он же грек был. Он грек. Тогда там... На греку Оскар мог бы. Там тогда было бы, знаешь, человек... Это свадьба. Ах, хорошо на свадьбе. Что так было бы. И у них свадьба. У них все, кайф. И амазонки, которые потеряли антиопу, что они думали? Типа все? Ну, они такие... Они сидят, досматривают Зою Яровицыну. И такие... Что делать-то? Антиопы-то нет по-любому. Что за прикол-то? Так. Что за прикол? Ее похитили. Так, а что делать? Ее похитили. И они собрались все и поехали воевать. К Тисею. Бабами собрались? Чисто бабами. А говорят, женщины слабый пол. Девчонки говорят, слабый пол. А кто-то хоть раз слышал? Слышал? Чтобы женская вечеринка сорвалась. Потому что девчонки не смогли найти штопор. Опа! А я знаешь, что я подумал? Они собрались, слышишь? Они такие, все, идем воевать. И просто года четыре не могут выехать. Потому что одна говорит, я подписать хочу. Понял? Я там сумочку закрасиваю. Все, иду уже. Выходим, все кого-то ждут. Да, да. И так и не пошли в итоге. И она приходит, и они такие, ну мы уже, нет. А у нее уже дети, семья. Она счастливая женщина. Она такая, у меня работать, воевать не надо. А они приезжают туда. Они все как огромное шоу подруги. Малышка, ты не должна это терпеть. Да. И они приезжают, и говорят, мы тебя спасем из плена. Они, короче, в таких платьях, слышишь, очень, видно чуть-чуть на массе, они, ну понял, затянуто все. Вот такие платья, бляшки большие, и поэтому платья, ну вот максимум, много вот так можешь сделать. Понимаешь? И вот так они ходят. Малышка, ты должна, давай домой, не надо здесь находиться. Это абьюз, это абьюзивные отношения. В белых платьях, сапирож, шприцем каким-нибудь, знаешь. И вышла к ним антиопа, они прибыли, ну, воевать, они прибыли в войск. И вышла к ним антиопа и сказала, не надо, я счастлива с ним. Уа, ты сюда попал, что ли? Да, да. Аж калет, прикинь. И она сказала, я с ним счастлива. Я женщин вообще вот так знаю, просто. Я сам же женщина. Все это время это вот было так. И мы единственное, первое, гендерно, нейтральное. Нет, не нейтральное, гендерно модифицируемое. Да, да. У нас секретные гендеры, если что. Да, никто не знает. Только мы втроем знаем, какие у нас у кого гендеры. И чтобы никто не вычислил, мы регулярно меняемся. Короче, они начали атаковать, они не поверили ей. И начали атаковать. И антиопа воевал вместе с греками плечом к плечу против своих же амазон. Своих девчонок, да? Да, чтобы их изгнать. А они говорили, мы и... Это как с подругой, знаешь, когда... Мы хотим тебя забрать назад. Они говорят, это абьюз, это газлайтинг, что там еще там. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Давай к нам. Обратно. Астакольмский синдром. Да. Кстати, Астакольмский синдром. Точно? Так и было. И они ее... Они начали втеснить амазонок. И отступая, амазонки копьем убили антиопу. Прикольно. Молодцы. И далее они попросили забрать ее тело и в великой скорби хоронили ее. Сами убили? Угу. Ну, это женская логика, чувак. Там все по-другому. Ну, ты понял. Ты понимаешь. История с похищением Тесеем антиопы. Кстати, вся эта история изображена на фронтоне храма Аполлона в Эритрии. Кайф. Прикольно, что книг не было, надо было здание. Ну да, ничего не было, поэтому здание приходилось разрисовывать или кувшины. Белерафонт. Белерафонт участвовал в третьей встрече греков и амазонок. Он был еще одним героем, которому приходилось выполнять невыполнимые задачи на службе у царя. На этот раз Пройтас, царь Аргаса, возмущенный обвинениями своей жены в том, что Белерафонт трогал ее, отправил у этого героя служить Иобату, царю Лики. Пускай там потрогает кого-нибудь. Царь Иобат. Уже звучит каким-то наказательным заданием. И тот поставил перед ним задачу. Говорит, убей Химеру. Иобат. Иобат. Говорит, ты Иобат? Да. Это я Иобат. Химеру, убей, тещеньку моя. Теща приехала, Иобат говорил один в один, как Винокур старший. Как Владимир Винокур. Как Петросян. Теща. Химера. Химеру надо, теща моя, приехала, уезжать не хочет. Вот здесь. Химера – это огнедышащая смесь льва, змеи и козла. Нормально. И когда Белерафонту это удалось, ему было велено далее отправиться сразиться с амазонками. Нормально. И он отправился туда в одиночку биться с амазонками и победил их. И после чего стал наследником царства Иобата и правил там после Иобата. Нормально. Благополучная история. Хорошо закончил. И потрогал царицу. Да. Понял. И Химеру убил, и тех, кто завалил, и царем стал. Каев. Четвертая и, как известно, последняя встреча с амазонками греческого мира описанная, она приходится к концу Троянской войны. В эпическом цикле нам рассказывают, что амазонка Пентеселея, дочь Ареса, помогла троянцам, но сражалась с Ахиллесом. По некоторым данным, Ахиллес влюбился в свою оппонентку. Свою девочку. И она ему очень понравилась. Он влюбился, потом снял шлем с нее и понял, что это женщина. Ай, вот она что. Вот она, какой поворот интересный. И после этого убил ее, когда понял, что это женщина. Как хорошо, что мы в те времена не живем, прикинь. Какой-нибудь Ахиллес тебя поймал бы где-нибудь. Ужас. В течение времени упоминания об амазонках становятся все меньше и меньше. При жизни Александра Македонского вообще ходили слухи о том, что однажды в лагерь великого полководца прибывала царица амазонок Таллистриз с тремя сотнями амазонок. Челочек. Якобы Таллистриз хотела договор с Александром заключить. Она предложила ему всех этих 300 амазонок отдать ему в личный гарем взамен на то, что он в свою очередь отдаст ей взамен как можно больше отпрысков девочек. Таких же сильных и умных как отец. То есть ей хотелось наследниц Александра. Ей хотелось генетику Александра использовать в своей армии. Прикольно. Также согласно Геродоту после Троянской войны амазонки удалились на восток и вновь смешались со скифами. Там возник народ сарматов, где пришли амазонки были равны мужчинам. О местных же жительницах эти воительницы гости отзывались так. Мы с вашими женщинами жить не можем, ибо у нас не одинаковые с ними обычаи. Мы занимаемся луком, стрелами, лошадьми, а женским работам не учились. У нас же ничего сказанного женщины не делают, а делают работы женские, сидя в своих повозках молча. Примечательно, что говоря об амазонках, античные авторы неизменно подчеркивают их беспримерную отвагу и военную доблесть. Говорят, что в Римской империи позднее одним из самых лучших комплиментов, которым можно было сказать воин, можно было сказать «Ты дерешься как баба». То есть как амазонка. Нет, надо сказать «Ты дерешься как амазонка». То есть как баба. То есть как баба. То есть как баба. Неспроста, именно учитывая этот факт, амазонки снимались в рекламе Рибок. Ты серьезно говоришь? Ну, помните рекламную компанию? По-моему, это Рибок был. Ты бьешь как девчонка. Бишешь как девчонка. Там игла мужского одобрения. Это что же реклама Рибок? А, да, игла мужского одобрения. Эй, хватит, да, Томас, распространять иглу мужского одобрения? Спрячь, давай, засунь. Иглы мужского одобрения. Если верить римским историкам, что когда безумный император Комот во втором веке нашей эры выступал на арене Колизея, переодеваясь гладиатором, и сражаясь со зверьми, людьми, то, по идее, он требовал, чтобы все сенаторы и зрители в виде его кричали, ты властелин мира, ты амазонка. Докольно, если сейчас кто-то из мировых лидеров начнет все так вести. Ты амазон. Ты амазонка. Безос, ты амазонка. Амазон безосовский, да? Да. Женщины-воительницы были достойны таких восторгов, их ладнокровие входило в легенды. Например, преследуемые врагами, они умудрялись, сидя на луке, это было абсолютно новаторство, сидя на луке, разворачиваться на 180 градусов. Сидя на луке? Сидя на коне. Я уже хренел, нифига. Сидя на луке. На луке хиникад, да? На луке хиникад. Нет, естественно, сидя верхом, они развалились на 180 градусов и из лука просто полили по правилам. Так, Да. Новаторство. Нормально. А как они держались на седле в то время? А как они могли развернуться тогда? Ну вот так, типа, разворачивали. А, спину, тело разворачивали. Алиса, как стрелять из лука, сидя на коне? Нашла в интернете. Если вы хотите немного пострелять из конного лука, то можете нажать кью для фиксации, а левой кнопкой мыши стрелять по боссам. Спасибо большое, Алиса. Как вы можете двигаться? Спасибо. Так и сделано. Вот уж не за что. Это еще раз доказательство, что мы в матрице. Да. Иногда Алиса пробивается сквозь эту матрицу и нам пытается сообщить. Зажимай кью. Ты же не задумай сейчас. Вот ты берешь орешек, не задумывайся, а ты же подсознательно ты же е нажимаешь. Е? Ну, может быть. Е как еда. Не, е это же говорить. Или F говорить. Не по действию. F говорить было. Это как, F может быть и действие говорить, Е действие говорить. Кстати, да. Но мы все согласны, что вперед это W. Верно? Угу. Гибкие были. Гибкие девочки были. Особенно ловко они обращались с двойным топором. Это острое, как бритва оружие, а также легкий щит в форме полумесяца стали неизменными атрибутами амазонок на любых изображениях. Но не только греки и римляне говорили об амазонках. Рассказы о сражениях с племенами женщин известны также и у китайцев, и у египтян, и у индусов. Надо же. Как они везде успели. Амазонки не были забыты, но уже в первом веке до новой эры появляются первые сомнения в реальности их существования. Первый век до нашей эры. Да. Ага. А потом становится абсолютно всем, у всех устаканено сомнение, что амазонки это просто вымышленные мифические персонажи. Не верю. абсолютно точно, как гарпии, как кентавры. Это же реально смешно. Ну, типа, что вот кентавры и амазонки. Кентавры, как ее субьим... Минотавр. Минотавр. Ну, с этим... Медуза Гаргона. Медуза Гаргона. И женщины-воительницы. Понял? Чувак, вообще-то чудо-женщина вроде тоже из амазонок, так что не надо. Нет, хороший исторический фильм, кстати, где они сражаются против немцев Первой мировой. Вот, пожалуйста. Слушай, ну, я убежден, что амазонки были. Были племена точно кочевнические, где женщины, типа, наравне с мужчинами, там же двигались. Где-то, может, они реально обособились в какую-то женское племя. Нет, был же и матриархат раньше. Так что все может быть. Матриархат вряд ли был. Ну, типа, прям массово. Где-то был в регионах. Ну, где-то... Это кочевническая история, понял? Это скифосармадская история. Это, типа... А могло такое быть? На конях, там, типа... На коняшках. Археологические раскопки многих гробниц резко поменяли эти убеждения. А, вот оно что. То есть есть, да, раскопки? И самое большое количество раскопок было произведено на территории современного Казахстана. не выпуска без упоминания Казахстана. Говорят, что эти раскопки времен Геродота. И они выявили высокую вероятность того, что некоторые из этих женщин, которые были откопаны в доспехах, это были женщины-воительницы. Респект. Останки женских скелетов были обнаружены не только с оружием, доспехами, конским снаряжением, но и со следами травм. Которые были свойственны войнам. Да, да, да. Ключица, наверное, какая-то там переломанная. Либо это были каждый раз какие-то инциденты. Но это жена же все-таки твоя. Зачем ты ее так топором-то? Ладно, давай нарядим ее как воительницу и по приколу захороним здесь. Ну, ты, конечно, совсем психопат. Да? Ну, а что поделать? Она сама начала дерзить меня. Сказала не бей меня. Какая грустная история. Очень грустная. Очень грустная. Вяло мы сейчас все так прошли через... В одной конкретной скифской могиле, датируемой четвертым веком до нашей эры, наконечник стрелы, например, застрял в колене у женского скелета. Также по всем элементам было понятно, что вокруг захоронения все сложено как у знатного воина. Конь. Да нет, но могли же быть женщины-воины спокойно. Не, ну, видишь, их, получается, отразделяют со скифами, если. А скифы это в то время, это вообще суперплемя было, короче. Это даже всех... Да не племя, это огромный народ, который жил там, начиная там от Дуная какого-нибудь до Иртыша, понял? Вот в этих степях, вот этих местах, ну, вот в этих... И, соответственно, поэтому их встречали, эта культура была распространена, их встречали и в Китае, их встречали и в Индии, и в Европе, и на Кавказе, и в Греции, где кайф, курганы, все это. Ну, то есть, а так, женщины-воительницы, я в Кыргызстане когда был, я видел этих... Этих женщин? Нет, я говорю, мумии, типа вот женщины, типа там они раскопки тоже делали, я видел прям, ну, вот, все вот оно прям высохшее, короче, такая... Всего найдено около тысячи таких могил с доказательствами того, что это были женщины-воительницы. Разбросаны они масштабными территориями Средняя Азия, Турция, Россия, Казахстан. Ну, да. Из этих тысячи могил практически половина это со следами физического какого-то убийства. Большинство могил датируются пятым-четвертым веками до нашей эры, а женщины, как и амазонки из греческой мифологии, были всегда молоды, то есть от 16 до 30 лет. Тогда, конечно, кажется, что греческие мифотворцы, историки, художники вдохновлялись не только своим изображением, но и, возможно, они просто видели воительниц, а их уже там воображение дорисовывало, что это возможно было так. Однако, никто до конца не может сказать не четких реалобитания. Определяют все так же побережье Азовского моря, Кавказ, Причерноморье. Ну, греки только, да, там же с ними могли столкнуться. Все логично. Ну, да, Черноморское побережье, они там тусовались, нет-нет, там были же города какие-то, как это, генуэзские, колонии, да. Колонии, да. Говорят, что все это обусловлено, все эти находки, тем, что в тот период у скифов существовали мощные традиции матриархата. И, возможно, они не устояли лишь перед масштабным вторжением Александра Македонского, после которого последовало также масштабное смешение культур и великое переселение народов 4-го, 7-го веков. Возможно, до нашей эры. Да. Возможно, амазонки действительно существовали, но в результате больших перемещений народов приходу Александра Македонского и развитию аниме-культуры они перестали существовать. Правда ли амазонки или вымысел, мы не знаем. мы можем только предполагать. Или ждать их появления снова. Ммм, или так. Но наверняка парочка амазонок сейчас смотрит нас. Эй, эй, сколько там посуды немытой. Да блин, Женя, оставь нам шанс. Ладно, я, это, эй, малышка, прибереги силы. Впереди тебя ждет огромная гора посуды. Очень смешно. Надевай доспехи, бери щит, обоюдоострый топор. Иди разделывать утку. Мужчина голоден. Да постарайся потише. Не раздражай мужчин. Страшный человек. Все, короче, девчонки вперед. Девчонки вперед. Girls power, амазонки вперед. Girls power. Сохраняйте себе это жизнелюбие, легкость, воздушность. Давайте назовем сестренки. Наши сестренки. Вынуждены. Не забывайте, что вы нужны для увеселения мужчин. Господи, ну скажи нормально что-нибудь, пожалуйста. Да нет, ладно. Все, все, говорю нормально. Девчонки, это все глупости, все шутки. На колени были. Мы очень, мы профеминисты, вся наша организация. И Томас, Расул, я, мы, конечно, поддерживаем ваше движение. Вашу, да. Вашу культуру. Ваш культуру. Ваш язык. Ваш язык очень. И все феминитивы. Все время феминитивы. Ну, феминитивы. Я все говорю. Все время. Постоянно. И вообще все очень френдли. Я еще реально говорил феминитивы до того, когда стало мейстреминым. Это реально правда. Это я помню. Гангуша. Такая жизнь. Гангуша. Крокодилиха подошла. Гангуша. Да. Ну что, амазонки, мы реально, да? Скорее всего, были. Были. Были точно какие-то женщины, которые такие, типа, мы на войне, там все. Потому что время такое было тогда. Степи тогда были страшным. Степи амазонские. Ну что ж, девчонки и наши постоянные зрители, и зрители, которых мы ценим. Зрительницы. Зрительницы. Да, Господи. Давай сегодня вообще надо, знаешь, давай сегодня, ну уже ну балуемся, ну балуемся. Да, подходит к концу, но было прикольно, если бы мы все время обращались бы к нашим зрителям, ко всем, как зрительницы. Да. Понял? Зрительницы, да. Уже каждый из нас так, конечно, наполовину женщина. Все правильно. Ну да. Мы же все, а еще можно позиционировать себя как угодно. Ну позиционировать понятно, но покровит, а ты же на 50% женщина. Спасибо огромное за внимание. Это был выпуск про амазонок. Если вы встретите какую-то из них, обязательно насильно заставьте ее подписаться на наш телеграм-канал. Нам нужны амазонки в телеграм-канале, потому что мы боремся с другими телеграм-каналами, и без таких воительниц нам никуда. Да, да, да. Вы, потрясающие зрители, получили огромное удовольствие рассказывать вам про этот выпуск. Расул Чебдаров, Томас Гессанд, меня зовут Евгений Чебатков. Если вам понравился выпуск, громко крикните, что за пацаны, что за амазонки. Не забывайте про надкаст. Пишите в каждом возможном комментарии надкаста. В комментарии под этим выпуском, про этот выпуск, просто последний надказ и вот там начинайте переписываться. Типа, а вот это прикольно было. А вот здесь я не согласен. Вообще, на самом деле, вы тут вот так вот правильно историки пишут. Все туда. Мы читаем, реально читаем. Полностью. И уже будем обратную связь так давать вам. Там же в комментариях надкаст. Да. И не забывайте писать когда-когда история на ночь. Где-где-где, когда-когда. Ну что ж, с нами сегодня, кстати говоря, еще была наша подруга Алиса. Дай бог тебе здоровья, Алиса. Пока-пока. И очень-очень хотим сделать выпуск про Казахстан, но Расул не очень хочет. Я? Пишите Расулу. Да, тормози. Ну что ты меня представляешь? Держите все, Расул. Клянусь, не правда. Пожалуйста, давай. Не правда. Ладно, это не правда. Я за Казахстан вообще. Расул правда всегда за Казахстан. Томас тоже. Вперед. Да и я, само собой. Все, увидимся. Пока. Любим вас. Пока. Дорогите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова